Если домашние физические упражнения в период самоизоляции поднадоели, самое время потанцевать. Причем в духе единственного варианта в нынешней коронавирусной ситуации в формате онлайн-тренировки. Городской департамент по спорту и молодежной политике запустил очередной проект «Тюмень танцует дома». Ищите такой хэштег в новостях и приступайте. Платформой для размещения видео стала популярнейшая сеть ВКонтакте. Контент в ней постоянно пополняется. Совместно с нашей Федерацией танцевального спорта «Тюмень танцует дома». Под хэштегом «Тюмень танцует дома» мы зашли в реализацию этого проекта. И сегодня 17 танцевально-спортивных клубов города Тюмени выкладывают видео-тренировки, обучающие занятия абсолютно различным направлениям танцевального спорта. И, соответственно, у жителей города, не только у детей, которые сегодня занимаются танцами, в первую очередь, проект направлен на тех, кому интересны танцы. Каждый уже клуб перешел на дистанционную форму работы с самого первого дня самоизоляции. Поэтому материал уже накоплен был. Осталось его привести, завести в определенные рубрики и реализовать. Количество занимающихся танцами растет – это раз. Сорвинований становится больше – это два. В немалой степени за счет детей, которые тоже принимают активное участие в реализации нового проекта. Наша федерация реализовывает проект, я вам сейчас скажу конкретно цифру. С 2018 года стартовал проект «Танцуют школы». Проект набирает обороты. И только общее количество школьников за данный период, принявших участие в данном проекте, составило более 2000 человек, более 2000 школьников. Ну, это вот такая маленькая такая цифра, это только часть. А так, танцевальный спорт популярен и занимается. У нас танцуют, взять умей. На данный момент основной контент в рамках танцевального перформанса несут два подпроекта. Первый – это разминка перед тренировкой. Второй – непосредственно обучающий материал. Впрочем, контент еще будет пополняться. Что касается специфики нашего танцевального спорта, конечно, да, видеоролики направлены на все слои населения с любой танцевальной подготовкой. От малышей есть у нас рубрики, да, взрослого населения. Очень мощно готовится проект «Танцуй на здоровье». Это конкретно люди пожилого возраста, которые тоже могут научиться самым простым движениям – танго, вальс. Ну, в общем, масштабно у нас здесь в разных рубриках идет работа. Не обойдут танцоры и главный праздник этого года. Уже сейчас в сети можно найти обучающие ролики, которые позволяют научиться вальсу Победы. Такой формат хорош для начинающих, а скоро на виртуальную аванс-сцену выйдут и профессионалы. Мы всегда включали формат поздравления для ветеранов, для горожан, для всех, кто посещает наши соревнования. И в этом году тоже планировалось. И вальс Победы, он традиционный. Но в данной сложившейся ситуации мы это осуществить не смогли, но сразу же пришла идея сделать это онлайн. Вальс Победы «Тюмень танцует дома». Он будет проходить в двух направлениях. Первое направление – это все танцевально-спортивные клубы города нашей Федерации готовят видеоролики с поздравлением для населения, в которых принимают участие спортсмены, тренеры и даже родители танцуют целыми семьями. Пандемия коронавируса рано или поздно закончится, а онлайн-уроки для поклонников танцев или для тех, кто ими планирует стать, продолжатся. В этом есть отличительные черта данного проекта. Кто-то может быть стесняется прийти в зал, и кто-то не находит время прийти в зал позаниматься. Ну и в домашних условиях есть возможность изучить те или иные элементы танцевального спорта. Этот проект будет продолжаться и на протяжении режима самоизоляции, но и в дальнейшем точно так же у тюменцев будет возможность таких онлайн занятий. Продолжение следует...